В эфире новости севера Башкирии. В ночь на 26 октября в Уфе загорелся жилой многоквартирный дом. Четырехэтажное здание на улице Гончарова вспыхнуло в 11 часов вечера. Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что горит домашнее имущество в однокомнатной квартире на первом этаже. Из опасной зоны эвакуировали 60 человек, в том числе 10 детей. Пожар ликвидировали в течение 40 минут. Пострадавших нет. На месте работают дознаватели. Причина возгорания выясняется. В нефтекамске под колеса автомобиля попал ребенок. На кадрах с камеры Уфанеты видно, что мальчик начал движение на запрещающий знак светофора. Когда он это понял, то попытался вернуться обратно, но в этот момент на полном ходу его сбивает автомобиль и протаскивает к перекрестку. Чудом ребенок остается жив благодаря тому, что удар пришелся покасательный. В результате 13-летний мальчик получил различные травмы, но после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Начал с угонов, а закончил убийством человека. 21-летний житель города в апреле этого года напал на 57-летнего водителя такси. Ранее молодой человек привлекался за угон автомобиля, но это ничему его не научило. На днях нефтекамский городской суд вынес приговор по делу и назначил 9 лет колонии строгого режима. С 20 по 22 октября в Казани состоялся первый международный фестиваль-конкурс. Он посвящен сохранению и развитию творчества Альфии Авзаловой. Честь Таташлинского района посчастливила защищать народному женскому вокальному ансамблю «Жидыген Чешма» Фариту Зиенгирову и Эльвире Садридзиновой. Длился конкурс три дня. Закончился галоконцертом в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Среди наших представителей на галоконцерт прошел Фарид Зиенгиров. Он стал обладателем диплома первой степени. Поздравляем всех участников конкурса и желаем дальнейших творческих успехов. С рабочим визитом в Дюртеле приехал уполномоченный по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова. Она посетила отделение социального приюта для детей и подростков центра «Семья», а также побывала в детском доме-интернат села Старобаишево. В ходе поездки по учреждениям специалисты проверили условия жизни воспитанников, изучили личные дела ребят. По завершении визиты эксперты обговорили предварительные итоги проверки. Комиссия выявила необходимость межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия. В городе проводится третий республиканский конкурс детского рисунка профессии моих родителей. Он состоится в рамках социального проекта «Будь добрее». Конкурс проводят среди школьников с 1 по 11 классы. Условия участия и регистрации работ можно найти на сайте, указанном на экране. Срок сдачи работ до 31 октября. По сообщению Центра сельхозконсультирования республики к 24 октября в регионе убрано 95% площадей рапса. Больше всего этой культуры посеяли в Илишевском районе около 4 тысяч гектар, в Дюртюлинском 4 тысячи гектара, в Бирском 3. При этом лидерами по валу стал Илишевский район, собравший около 4,5 тысяч тонн семян. Мастеров декоративно-прокладного творчества и народных ремесел Янаульского района с 28 по 30 ноября приглашают принять участие в выставке фестиваля народного искусства «Уфа-ладья-арт. Ремесла-сувениры». На выставке представят такие разделы, как изделия из стекла, художественная керамика, художественная обработка дерева, роспись по дереву, ручное кружево, ткачество, художественная роспись, мозаика, декоративная мебель и многое другое. Справки по телефону 8-347-60-545-74. 27 октября отмечается День осенних миражей. Это середина золотой поры третьего времени года. Осень любит меняться на глазах. Солнце с дождем, ранний снег с поздним листопадом, теплый ясный день с холодной ночью. А в осеннем воздухе парят бесконечные миражи. То хрупкая девичья фигура, шуршащая листьями в парке, то рассеянный молодой человек, несущий в руке закрытый зонтик под проливным дождем. Осенние миражи можно найти в чем угодно и в любую погоду. Отвлекитесь ненадолго от обыденных и рабочих дел и взгляните в окно или просто посмотрите по сторонам на улице. И осень, которую воспевал Пушкин, предстанет перед вами во всей своей таинственной красе. В каплях дождя на стекле, в чернеющих ветвях деревьев, в ярких летящих листьях и в отражениях среди луж. Погода на 27 октября. В Нефтеканске ночью температура воздуха плюс 0, днем 3 выше 0. В Дюртюляк плюс 0 ночью, плюс 3 днем. В Янауле ночью температура воздуха 0 градусов, днем 3 выше 0. В Верхней Иркеево ночью плюс 0 и плюс 3 днем. В Таташлах ночью температура воздуха плюс 0, днем 2 выше 0. В Старо-Болтачево плюс 0 ночью и плюс 3 днем.